Привет, это Кремлин. Итак, граждане, успокойтесь, не надо никуда бежать, не надо снимать валюту, наша банка самая надежная банка. Такие заявления звучат из Кремля. Это напоминает, как Пугабе обещал ни в коем случае не повышать возраст для пенсов, в итоге чего мы получили новый мем. Мы призываем отказаться от доллара, надо бежать в банки, скорее снимать валюту. Это абсолютно не так. Дорогие друзья, я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Моди принимает российского президента в Хайдарабадском дворце. По деревьям здесь скачут обезьяны. Рядом с президентом по левую руку будет сидеть вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. Это, конечно, многое говорит о содержании переговоров. Ты втираешь мне какую-то дичь. Рекордный отток валюты из госбанков, потерявших за два месяца 10 ярдов бакинских. Похоже, дела совсем плохи и надо бежать. А тем временем американские власти заморозили активы миллиардера Дерибаски, включая его недвижимость, расположенную в Нью-Йорке и Вашингтоне. Рестрикциям подвергся в том числе особняк Дерибаски на Манхэттене, пятиэтажный тонхаус стоимостью более 40 лямов бакинских. Какие будут предложения, товарищи? Слушаем вас внимательно, товарищ Кац. А товарищ Кац предлагает сделать алюминиевое все. В дома россиян вернут алюминиевую проводку, от которой отказались в 90-е из-за пожарной опасности. А ты чем помог своему олигарху? Но есть и наглядные успехи. За 19 лет восседания на троне у Пугабыча пропали морщины и мишки под глазами, а у пугабийцев дороги, пенсии и будущее. С расчетами выпадающих доходов. Такую практику, конечно, надо прекращать. Другая важная тема. Самозанятые граждане, вот честно, уже устали говорить об этой проблеме. Многократно мы поднимали этот вопрос из сайти федерации, потому что это региональные доходы. Сейчас, можно сказать, этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. При непосредственном участии членов нашей палаты в сентябре в Государственную Думу внесен пакет законопроектов. Им предусмотрено проведение в нескольких регионах эксперимента по введению налога на профессиональный доход. Надеюсь, что этот эксперимент окажется успешным и надо вводить уже, конечно, пришло время его на территории всей страны. А вот немного из прекрасной России настоящего. Во-первых, это красиво. Тем временем стало понятно. Вечное недоумение, и ты докажи от зондергруппы МИДа РФ Маньки Федерации. Отныне нарекаю тебя, Манька, красной шапочкой. А вот военная мощь, экономическая мощь, а также все остальные оставшиеся от России мощи будут выставлены в Успенском соборе Московского Кремля. В связи с чем в регламент Госдумы введут чтение молитв до и после во славу россиянского царя и усопших мощей самой Россиюшки. А Чечня в 2019 году увеличит получение из госбюджета безвозвратных дотаций, хотя больше это похоже на репарации, что составит до 30 миллиардов рублей. И снова Чечня станет одним из самых дотационных регионов. Объем средств из федерального бюджета растет после каждой угрозы Кадырыча покинуть пост главы республики. Извинись, а вот новое слово в науке и технике. Гении инженерной мысли создали в Пугаби Рабагоппа. Характерная особенность он уже на четвереньках, а символом духовности служат три полоски Адидас. Ну а парламент Ингушетии аннулировал результаты голосования по договору о границе с Чечней. Вообще, удивительный случай в России, когда ОМОН охраняет протестующих, а не разгоняет их. И что характерно, силовики присоединились к ним. Мало ли, что кому-то захотел из нефтяных долларов, мало ли, что кому-то чувствовал себя Богом. И кто-то вместо слова «Аллаху Акбар» говорит «Ахмад силы». Жальше, чем «Аллаху Акбар». Для нас земля – это синоним матери. Это самое святое. Поэтому каждый наш шаг у Войнахов, он связан с тем, что как бы эту землю сохранить. Когда к этой решению готовятся, их надо согласовывать по Войнахскому обычаю, по традиции, со своим народом. Аушев предложил протестующим создать оргкомитет для общения с властями. Ему ответили – такой уже есть. Причем оргкомитет занимается и вопросами быта. В лагере протестующих организована горячая еда и напитки. На время молитвы расстилают непромокаемые коврики. Близлежащие кафе опускают всех в убурные, а местные жители приносят на площадь домашнюю выпечку. Мы не хотим ничего агрессивного. Мы требуем только свои права. Вот этот народ собрался здесь от безысходности. Власть местная вынудила его выйти сегодня на митинг, чтобы отстоять свою целостность государства. Государственную целостность. И тем не менее требования демонстрантов становятся жёстче. На повестке дня уже не только земельный вопрос, но и отставка президента и правительства. Люди требуют отставки Евкурова или оценки в рамках правового поля его действиям и распуска депутатов народного собрания. Нам ничего от него не надо, ни его денег, ни его власти, чтобы он спокойно ушёл и всего лишь. Чтобы люди отдохнули от него. Ещё в субботу депутат Социалим Ахильгов заявил, что ингушские парламентарии отменили голосование за предел границы. И якобы сегодня этот вопрос должны были обсуждать заново. Однако власти ингушетии всё отрицают. Никаких официальных подтверждений того, что уже подписанный главой республики закон, рассмотрят повторно, до сих пор нет. А в это время в 30 километрах от Чебоксар деревенские жители упорно не хотят мириться с навязанным соседом и выходят на очередной народный сход. Буквально две недели назад здесь собрались, глава администрации района приехал, Тимофеев, и от нас убежал. Всё, я с вами не буду болтать. Об их недовольстве в новостях не расскажут. Местные СМИ в деревню так ни разу и не приехали. За исключением районной оппозиционной газеты «Взятка», редакция которой располагается в ближайшей деревне. И соседство с китайцами – теперь это и их головная боль. По крайней мере, да, с этого плаката, наверное, боятся, но с вертикальной власти есть там, Путин, как бы, да, обходит этот плакат стороной, а берег такой, да. Расход эта газета идёт, вот, раздаём, мы как бы бесфактно раздаём. А если газету можно продавать, например, да, но власти у нас не пускают. Мы назвали «Торговство родной землёй» название статьи. Вот она готова, газета, я завтра буду запечатать её. Сколько за этот «Одобрямс» получает правительство Чувашии, они, китайцы сами говорили, я там сам своим усламик слышал, что у них с премьером Чувашии и с Игнатьевым всё договорено, всё согласовано, всё у нас сверху типа добро дано. Мы узнали, когда китайцы начали устанавливать столбы. Столбы установили, всё. Только после этого узнали. Они сами организовывают власти протест своим движением. То есть изначально народ не уведомляется о каких-то сделке хотя бы, намерения хотя бы этих бизнесменов, китайцев, намерения местной власти. Изначально с местным населением не согласовываются. Последний номер свёрстан. И статья о китайском предприятии на деревенских огородах разместилась на передовице. Сейчас лишь короле. А у нас Чувашии не печатают. По указанию властей как бы. Но мы же всё равно благодаря интернету существуем же. К родной земле Чувашии всегда относились трепетно. Так уж сложилось исторически. Эдуард Мачалов рассказывает, ещё в 1842 году земельный вопрос в соседней деревне Акрамова народ решал с помощью вилл. Тогда Акрамовское восстание власти жестоко подавили. В память о трагедии в деревне поставили памятник. Журналисты освещаем эту тему. Само местное население у нас тут злющее такое. Как узнали, что китайцы здесь. Вот наш пруд. Там дети всё лето рыба ловят. Рыба хорошо ловится. И на них будет завод китайский. Дальше путь стекает сюда. Староста деревни Михаил Васильев на пальцах показывает холмистую местность. Здесь считают, что все стоки предприятия пойдут в грунт или потекут с горки в озеро. Для Эхвиткас, где все живут сельским хозяйством, это главная опасность. Наши деревни у каждого в дворе свой колодец. Вот если мы сейчас беспокоимся, если вот китайцы вот химзавод будут строить, она вот семья просто пусачивает, сверху вода заставляется, сверху вода в наши колодцы попадет. Они говорят, как, нам главное земля нужна. И завод нам нужен, в принципе. Мы подвезем заводы, они будут себе сюда переселяться. А так спрашиваем, вот зачем дорогу закрыли этот. Мы землю купили, это наша территория, говорят они. Вы отдадите свою часть, кусок земли, мы эту дорогу откроем вам. Почему без тихоря сделано? А это, говорит, не наше дело, это дело руководителей ваших. До Урала нарисовали карту, что это китайская спублика. Вся Сибирь. Кто нарисовал? Китайцы. У них все есть уже. Как будто у них своя территория. Это подписи 200 с лишним человек из ближайших деревень, которым совсем не хочется жить по соседству с грандиозными планами. Иметь под окнами агропромышленный комплекс они не хотят. А тут еще районные власти неприятно удивили. Оказывается, сельчане собирались и голосовали за китайское производство. Просто забыли. Бумагу подделали, подписались, подписались, и все, они отпустили. Подписи около 200 человек с лишним взять. Есть народ против. Вас спрашивали как-то вообще об этом? Об этом кто спрашивал? Никто не спрашивал. Никто не знал даже. Абдулит никто не знал. Наш народ, деревня даже, никого не спрашивали и продали. До Коли. До Коли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин